Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас к 14 главе Евангелия от Иоанна. 14 глава представляет собой часть или, может быть, первый вариант рассказа о беседе Господа Иисуса с учениками на Тайной Вечере. Дело в том, что вообще говоря, впечатление у читателя и у исследователя тоже создаётся, что в этом рассказе, который мы в целом называем часто прощальной беседой, в нём имеются повторы. И чаще всего этого объясняют тем, что в древности могли существовать два или, может быть, даже три варианта записи этого рассказа, рассказы евангелиста о последней беседе. И они были по некоторым композиционным соображениям. У оба этих рассказа с дополнениями из третьего помещены в окончательный текст Евангелия. Это, скажем, довольно убедительное утверждение, но для того, чтобы нам легче было понять евангельский текст, для нас важно по-настоящему вот только то, что это не логические повторы, которые раз за разом в тексте следуют друг за другом, которые нам надо было бы тогда пытаться понять и объяснить, а это, повторяю, поставленные рядом два слегка неидентичных свидетельства. Ну и вот, если хотите, первый вариант этой прощальной беседы мы видим в 14 главе, по крайней мере, он здесь начинается. И Господь обращается к своим ученикам и говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». И он говорит о том, что в доме отца моего обителей много, тем самым давая ученикам возможность увидеть, насколько действительно Отец Небесный готов принять людей, которые приходят к нему. На самом деле для учеников очень важная вещь, то, что Иисус свидетельствует об этом. И вот он говорит, «Я пойду приготовлю вам место и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Я не думаю, что нам стоит пытаться представить себе невидимый мир и придумать, что означает слова Христа, «Я приду приготовлю вам место». Нет, для нас по-настоящему важны вот эти его слова, «Чтобы вы были где я». Воля Иисуса, воля Отца о том, чтобы никто не погиб, вот она здесь выражена таким образом. «Я», – говорит Господь ученикам, – «хочу, чтобы вы были где я». И вы знаете этот путь. И на недоумение апостола Фомы, который говорит, «Ну, ты же только что нам говорил, что мы не можем идти за тобой, и как можем знать путь, и не знаем, куда ты идешь». Господь говорит потрясающие совершенно слова. «Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Ну, во-первых, может быть, самое важное в этих словах Христа то, что это правда. Действительно, это Он – путь, Он – истина, и Он – жизнь. И когда мы ищем для себя путь, по которому нам идти, так сказать, в человеческой жизни, этот путь только вместе с Иисусом. Когда мы пытаемся постичь истину, то в конце концов приходим к тому, что истина – это не набор утверждений, а личности Иисуса. И, наконец, сама жизнь – это единство с Ним, единство с Иисусом. И дальше Господь говорит своим ученикам поразительную вещь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это, во-первых, конечно же, догматическое утверждение, на котором впоследствии многие святые отцы будут основывать свои размышления богословские. Вот, ну, как бы мы можем не углубляться в эту тему. А важно, что Господь свидетельствует, что доступ человека, тварного, живущего в очень ограниченном мире на земной поверхности, бесконечному и невидимому Богу, этот доступ всегда происходит через Иисуса, через того, в ком сам Бог воплотился и стал человеком. Никто, говорит, Господь не приходит к Отцу, как только через Меня. И, в общем, если до Его пришествия, до Рождества Христова, ну, люди, наверное, могли так или иначе искать какие-то пути, прийти к Отцу, то, в общем, сейчас все остальные варианты выглядят, мягко говоря, окольними путями. Окольними путями. Вот, это первое, что нам полезно понимать. Хотя напомню, что в предыдущей главе Господь говорит о том, что Он не судит тех, кто услышал и не поверил. Вот, теперь дальше следующий важный очень вывод заключается в том, что если все-таки люди что-то о Боге узнают, что-то понимают, если их жизнь как-то меняется, так что мы можем сказать, что вот действительно человек пришел к Отцу, и это происходит через Иисуса, даже если мы сами Его не замечаем, даже если мы сами не уверены в этом, или даже не знаем, но, тем не менее, никакая другая встреча человека с Отцом Небесным, иначе как в сердце Господа Иисуса Христа, попросту невозможно. Невозможно. Это тоже важно очень помнить. И вот своим ученикам Господь говорит, вот теперь вы знаете Отца и видели Отца. Надо сказать, что похоже, что один Филипп нашелся из всех одиннадцати сидящих там учеников Христа, кто сказал, Господи, покажи нам Отца. Может быть, остальные тоже так думали. Но для Филиппа это оказалось очень важно. Ну и Господи, покажи, покажи нам Отца. Мы хотим увидеть Его. И Иисус говорит ему, «Видевший Меня видел Отца». «Я в Отце, и Отец во Мне». Вот об этом идет речь в стихах с 8 по 11. И то же самое, что чуть выше, Иисус говорит о том, что «Видевший Меня видел Отца». А значит, когда мы видим Иисуса, что значит это сегодня для человека 21-го столетия? Это значит, когда мы жалеем ближнего, это значит, мы видим Иисуса. Когда мы прощаем, это значит, мы видим Иисуса. Когда мы не судим никого, как никого не судит Иисус, это значит, что мы видим Иисуса. Когда мы читаем о Христе в Евангелии, когда мы читаем о правде жизни, задумываемся, читая какие-нибудь другие книги, мы видим Иисуса. Когда мы, наконец, обращаемся к Нему и к Отцу Небесному вместе с Ним в нашей общей молитве, это тоже значит видеть Иисуса. И вот Господь говорит, «Видевший Меня видел Отца». Доступ к Отцу Небесному действительно дается нам через Иисуса Христа. И это очень важная вещь, потому что, помимо прочего, еще дает нам возможность не шарить по темным закоулкам религиозной традиции человечества, где можно наткнуться на самое разное. А для того, чтобы увидеть Отца, надо смотреть на Иисуса. И вот дальше, несколько раз повторяя в нескольких местах этого рассказа, Иисус говорит о том, что «Я иду к Отцу, и чего вы попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». И, по-видимому, судя по вариациям этой фразы, здесь, потом в следующих главах, для Господа, как его понял Евангелистан, для Господа важно увидеть, простите, сообщить нам о том, что мы просим во имя Его. Во имя Его. Это то же самое утверждение о том, что видевший Его, видел Отца, только при взгляде, так сказать, с нашей человеческой стороны, обращаясь к Отцу, мы просим во имя Господа Иисуса Христа. И я это сделаю. Собственно говоря, по-настоящему может быть христианином, означает именно согласиться на то, что, как выражается апостол Павел, один посредник и один ходатай, человек Иисус Христос, тот, в ком обитает вся полнота божества телесно, согласиться на то, что мы просим жизнью Отца Небесного и получаем ее во имя Иисуса Христа. Теперь дальше Господь снова говорит о своих заповедях, хотя здесь во множественном числе. Мы помним с вами, что только что Он говорил о заповеде новую, даю вам всего одну, любите друг друга. И вот еще одна новая и удивительная вещь. Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Другого утешителя. Само слово «утешитель» или «заступник» Гоэл появляется в Ветхом Завете в контексте книги Иова, где Иов говорит Богу возмущенно, что «ты судья, ты меня обвиняешь, а защитника у меня нет». Таким образом, и судья ты, и обвинитель ты, а защитника у меня нет. Это несправедливо говорит Иов, и говорит «тогда ты будь и моим защитником». И вот здесь возникает это слово Гоэл – утешитель. Собственно, судя по тому, что здесь говорит Иисус, речь идет не только и даже не столько о том, что дух-утешитель, как Бог обещает Иезекиилю, а трет всякую слезу. Не в этом смысле, может быть, надо понимать эти слова. Дух истины, который будет с вами вовек. Он с вами, вы его знаете. Конечно, они его знают. Они Иисуса знают и слушают Иисуса. И даст поэтому отец вам другого утешителя, чтобы он был с вами. Разница в том, что Иисус идет к Отцу, а дух истины, которого он от Отца посылает своим ученикам, пребудет с ними вовек, потому что они знают, что это дух истины. Мне кажется, это очень важная и такая, я бы сказал, обнадеживающая вещь. И именно поэтому дальше Господь говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Он ведь действительно от них уходит. Им действительно страшно. И им предстоит прожить еще некоторое время, в течение которого Господь будет в огробе, в страхе, в ожидании катастрофы. Хотя, с другой стороны, какая уж еще может быть катастрофа после того, как Иисус умер на кресте. Но вот это сиротство учеников действительно вещь очень трудная. И поэтому Господь несколько раз повторяет, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам. Я говорю вам это заранее, для того, чтобы, когда это все наступит, вы вспомнили и не смущались, и не устрашались, да не смущаются сердца ваше. Это очень важная, одна из центральных тем прощальной беседы, где Господь говорит о том, что Он все равно не бросит своих учеников. Вы уже вскоре не увидите Меня, а потом опять увидите Меня, потому что Я живую, вы будете жить. Ученики путаются совершенно. В какой-то момент они спрашивают, что это Он такое говорит. И себя тоже мы запутались, то ли мы увидим, то ли не увидим. Мир увидит, мир не увидит. Но вот во всем этом, может быть, действительно видится желание Иисуса укрепить, обнадежить, дать им возможность надеяться и смотреть вперед, смотреть в будущее без страха. И в тот день, говорит Господь, вы узнаете, что Я в Отце, вы во Мне, и Я в вас. И вот это потрясающая совершенно картина соединения Бога и людей, учеников Христа в Иисусе. Отец во Мне, Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас. Таким образом, Христос предлагает ученикам вот такое же единство с Ним, каково единство Его с Отцом Небесным. И это именно единство любви. Вот Он дальше говорит, «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». Вот этот весь абзац с 18 по 24 стихи чрезвычайно важен, потому что Господь говорит вот что. По сути, что в отношениях с Богом, в том, чтобы соединиться с Отцом Небесным через Иисуса, в том, чтобы найти жизнь, ну вот как это ни назови, да, в этом важно по-настоящему, конечно же, соблюсти его заповеди. Но это не результат какой-то сверхжестокой самодисциплины, хотя самодисциплина важна. Это не результат еще каких-нибудь подвигов и упражнений, когда мы тренируемся прыгать выше головы. А это становится возможным в результате любви к Иисусу. Тогда ты становишься христианином, тогда ты становишься подданным царства Его Отца, когда ты начинаешь любить Иисуса. И это единственный критерий, единственный. Ничего с этим не поделаешь. Вот так написано. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. И в конце 14 главы Господь говорит, «Утешитель, которого Отец пошлет во имя Мое, Дух Святой, научит вас всему, напомнит, что я говорил вам». Вот это научение, понимание того, что Бог открывает нам о себе через Иисуса, во-первых, возможно для тех, кто любит Иисуса, во-вторых, это дар Божий, что, в общем, достаточно неудивительно, но самое поразительное, что это возможно. Это возможно. Мы, в общем, если честны перед собой и не отказываемся от труда критически мыслить, конечно же, понимаем, что наше постижение более или менее сложных вещей даже в этом мире, даже в тварном мире, очень и очень ограниченное, если не сказать половинчатое. И вот тем более, конечно, ну, Бога не видел никто никогда. Что мы можем здесь действительно знать? Вот Господь говорит о том, что Дух Утешитель научит вас всему, напомнит все, что я говорил вам, и значит, мы в состоянии это вместить. Не сами по себе, но вместе с Духом Святым в состоянии вместить вот эту вот правду о жизни, это призвание, которое Бог дает нам. Конечно, не только рациональным образом, и даже не столько рациональным, но все-таки вот быть сосудами Святого Духа, храмом Святого Духа, как говорит апостол Павел, это сообразно человеческой природе, и когда мы становимся любящими учениками Иисуса, это возможно, это, само собой, очень важно. И еще Господь говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Мир, в смысле, покой, примирение, примирение. Господь почти покидает своих учеников, и они в страхе, и в Гефсимании мы увидим, как и сам Господь до кровавого пота молится и просит, чтобы его миновала чаша сия. Но все-таки Он говорит им, «Мир мой даю вам». И это тоже потрясающий и очень важный дар Божий, который дается людям. И в самом конце уже Господь призывает своих учеников. По-видимому, это конец беседы на Тайной вечере, хотя это и не вполне очевидно. По крайней мере, вот этого варианта, этот вариант беседы заканчивается на том, что, говорит Господь, идет князь мира всего, и во мне не имеет ничего. Тоже, в общем, важно нам с вами об этом помнить. Победа Иисуса над смертью, над грехом, над адом, над злом этого мира заключается в том, что в нем для князя мира нет ничего.